Третий тур РПЛ запомнился интересной статистикой. В этом розыгрыше чемпионата судьи ходили к монитору 16 раз. А вот в этом туре 8, то есть половину. И сколько спорных было решений, даже скандальных. Легко обвинить судей и сказать, вы что делаете, вы куда смотрите. Но проблема не в том, куда смотрят судьи, а кто смотрит за ними. А за ними нужен глаз да глаз, потому что правило око за око давно не работает. А ведь в российском футболе есть человек, который должен за этим следить. Это Милорад Мажич, который говорят сейчас на Олимпиаде во Франции. И вот она начинается классическая история. Только начальник отвернулся и сразу все идет сами знаете почему. Ну бог судим этим судья. Ведь в РПЛ в этом туре случилось много всего интересного, о чем стоит рассказать. Начнем с первого и уже традиционного. Наш генеральный спонсор Альфа-Банк. Оформляйте бесплатную дебетовую Альфа-карту с супер кэшбэком рублями каждый месяц. Все платежи в приложении без комиссий. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Это Футбольный клуб. Мы начинаем. Мы записываем реплику сразу после матча между Крыльями Советов и Барковским Спартаком. Да, я предлагаю называть Спартак именно так, потому что в последних матчах РПЛ, где он принимал участие, вся игра Спартака строилась через него. Гол с химками, две голевых с крыльями, да и вообще любой пас следовал на Барку. А если не на него, то Спартак рано или поздно терял мяч. И сразу возникает вопрос, а что будет делать Спартак, если этого Барка разгадают? Ведь сейчас он для клубов новинку. Но как только они поймут, как против него играть, то тогда начнутся проблемы. С другой стороны, Спартак практически сразу отвечает на эту претензию, ведь первый мяч в этой игре забили без участия Барку. И гол забил у Гальда. Да-да, тот самый, над которым мы смеялись весь прошлый сезон. И вот сейчас уже в трех матчах подряд он оформляет свои мячи. И первый мяч у Гальда получился, ну, не совсем свойственным для него. Потому что если посмотреть на нарезку его мячей за Твенты, то там у Гальда скорее ловит своих соперников на ошибках. В первую очередь защитников или вратарей. А здесь нашел классную возможность, опередил Рассказова и пробил в касание в девятку. И таких мячей у него не очень много. Да и вообще у Гальда игрок штрафной. И вот ему привозят Барку, который в этой штрафной его и находит. И еще одна деталь, как Барку, возможно, вдохновляет своих партнеров. Вот если вы смотрели первый тайм, да, все пассы шли на него. Но во втором был эпизод с пяткой Пруцева. То есть и Пруцев уже начинает играть как-то более изящно, смотря на Барку. Хотя обычно принято считать, что вот сильный игрок приходит в команду. Со временем его уровень усредняется из-за того, что он слишком силен для своих партнеров. Но вот здесь кажется пока что наоборот. Еще одно интересное замечание, как атака Спартака преобразовалась с уходом Александра Соболева. Или, вернее сказать, с его отстранением. Первый тайм Бангонда идет по своему правому флангу. И вот видно, что на секунду он задумывается, а не стоит ли мне подать. Но потом вспоминает, что нет уже Соболева, есть только у Гальда. Да и вообще линия атаки, там, рост любого футболиста не превышает метра восьмидесяти. Даже, сказал бы, не достигает его. И вот здесь Спартак начинает искать лазейки в штрафную соперника не простой подачей на голову Соболева, а где-то через короткий пас, как-то изощренно. Хотя, да, вспоминаем, что еще на скамейке запасных вилен Жозе. Такой столб, который может сыграть головой, но он пока не готов. Но он добавит в будущем какой-то вариативности Спартаку. Но пока что рано говорить о том, что Спартак вернулся править. Да, победа над Химками, кубковая победа над Динамо, вот сейчас 3-0, везде забивают по три мяча. Но посмотрите, какие соперники. Это Химки, это Динамо в кубке, в кубке. И это Крылья Советов со статистикой 1-11 за три тура. Проблемы с обороной у Крыльев были еще в прошлом сезоне. Но тогда Крылья были острыми хотя бы в атаке. А теперь ни того, ни другого. И плохие дела тренера Крыльев Игоря Осенькина. Если вы смотрели матч, то видели на стадионе Акул вот эти плавники. Там был и Юран, и Писарев, и Шалимов. И у меня один вопрос. А кто же в студии Матч ТВ работал? Короче говоря, Крылья Советов на старте сезона очень слабые. И, возможно, это главное разочарование первых туров РПЛ. Хотя есть и Краснодар. Пока смена тренера Ивича в прошлом сезоне на Мурада Мусаева выглядит как пересесть с Мерса на Москвич. Первый надежный, второй не заводится. Всего один мяч в трех турах, не смогли даже забить факелу. И кажется, тренер этой команды Игорь Черевченко втягивает Мурада Мусаева в гонку на выбывание тренера из РПЛ. Если раньше там участвовали только Черевченко и Ильич из Нижнего Новгорода, то вот сейчас Мурад Мусаев реальный кандидат на увольнение. И тут вспоминаем слова Сергея Галицкого, который говорил, Мусаев будет работать столько, сколько нужно. И главный вопрос, а сколько нужно? И когда уже этот кредит доверия закончится? Еще один вопрос, а что является мерилом этого кредита доверия? Потому что нет ни результатов, ни яркой и интересной игры, ни голов. Большая, в общем, загадка. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Лондон, Стамбул, Гоа, Флорианополис, Брянск. Если вы подумали, что я сам с собой играю в города, то зря. Все эти точки на карте связывает один футболист. Это Андре Сантос, бывший игрок сборной Бразилии. Он начинал у Фламенго и Каринтинси, потом поиграл за Фенербахче, за Лондонский Арсенал, съездил в Индию, а потом вернулся в Бразилию. И после всего этого он наконец-то добрался до вершины своей карьеры. Он сыграл за команду Сокол-Сельцо в чемпионате Брянской области. Широкая география – фишка не только Андреа Сантоса, а еще и наших друзей из сервиса доставки еды «Фудбенд». Они предлагают на выбор блюда китайской, японской, итальянской и даже гавайской кухни. Жители Москвы и Подмосковья, ну и, конечно же, Алматы. Вы – настоящие гастросчастливцы. Потому что «Фудбенд» готов быстро доставлять по вашей территории и пиццу, и поки, и роллы, и суши, и другие радости для вашего внутреннего мира. Нас сегодня будут радовать две шикарные пиццы. Это креветки с бужениной, а это домашнее, с ветчиной и малосольными огурчиками. «Фудбенд» предлагает самые разные сочетания вкусов, чтобы каждый нашел то, что понравится именно ему. В азиатской секции у нас удон по-пекински и роллы Филадельфия, а также авторский ягодный морс от «Фудбенд» на десерт. Полный комплект. С промокодом ВАСЯ25 любой заказ от «Фудбенд» становится дешевле. Промокод действует на все блюда и заказы. Можно получить скидку до 25%. И, кстати, о географии. Если вы сами хотите открыть «Фудбенд» в своем городе, то есть франшиза. Для предпринимателей, инвесторов, владельцев заводов, газет, пароходов. Переходите по ссылке в описании, наслаждайтесь едой от «Фудбенд» и всегда пробуйте новое, как Андреа Сантос. Сейчас разговоров про увольнение Мусаева не слышно, но мы уже упомянули фамилию и имя Саши Ильича, главного тренера пари НН. Он был близок к увольнению, и, может быть, это бы пошло на пользу клубу, но все испортила победа в Махачкале. Помог судейский скандал. Сразу несколько в этом матче. Сначала арбитр Ян Бобровский не увидел, как Кирилл Гацук выталкивает из штрафную кассентуру, не поставил пенальти. Затем Бобровский не увидел пенальти в ворота «Динамо», но с подсказки арбитра на вар Рафаэля Шофеева поменял свое решение. Причем авторитетный арбитр Сергей Лапочкин и автор телеграм-канала «Алю Реф» Анатолий Синяев признали решение судьи ошибочным. Пенальти ставить было нельзя. Вы знаете, в последнее время очень много разговоров, причем в разных лигах, об отмене вар. Вот, например, в Швеции его уже отменили. Но этот эпизод показывает, что вар не зло, если им уметь пользоваться. А что зло? Ну, зло — это арбитры, которые неверно трактуют правила. И так, между прочим, было всегда. А вар — это именно инструмент, который помогает, ну, как-то снизить процент неверных решений. Здесь, наверное, стоит поговорить про арбитра этого матча на вар. Это Рафаэль Шофеев. Друзья, я сейчас просто озвучу факты. Мы никого ни в чем не обвиняем. Это просто информация из открытых источников. Пару лет назад была громкая история с договорником между Чайкой и Черноморцем. Исполнительному директору Чайки выписали большой штраф. И из разных источников известно, что потом он назвал несколько фамилий, которые фигурировали в этом договорном матче. Среди них был и Шофеев. В прошлом сезоне у Шофеева была история, когда в двух турах при морозе и снегопаде он принял решение играть. Это речь идет о матчах между ЦСКА и Ростовом и Спартаком с Балтикой. И официально Рафаэля Шофеева можно назвать самым отмороженным судьей РПЛ. Ходят даже слухи, что Рафаэля Шофеева крышует мажечь. И Рафаэль Шофеев является его таким информатором в судейском кругу. Но слухи мы не обсуждаем, а вот факты. Рафаэль Шофеев в последний раз сидел на ВАР в прошлом сезоне, в октябре. Речь идет о матче между Спартаком и Пари-НН. И вы представляете, после такого простоя судья получает это назначение. И все это подтверждает лишь одно. Если судья с таким имиджем садится за ВАР на важной игре в российской премьер-лиге, то это в очередной раз говорит, что нам не хватает качественных специалистов. Президент Лиги Александр Алаев уже назвал это судейство безобразным. И действительно, оно без образа. Без образа мажеча, который сейчас на Олимпиаде. А вот над этим самым образом, вернее имиджем арбитров, придется снова работать. В матче Ахмат-Локомотив главный арбитр тоже ходил к монитору и тоже поменял свое решение. Назначил пенальти в ворота Ахмата. Причем свое решение он объявил на весь стадион. И по старой традиции я уж ждал, что следом на весь стадион последует. Судья продажная, козел ты. Но нет. Пенальти состоялся, Дмитрий Воробьев его реализовал. Но главное открытие, наверное, даже всего этого тура, это молодой полузащитник Батраков. Который забрал под себя все стандарты, все угловые, отдал несколько голевых передач, три. И по сути заменил Глушенкова. И вряд ли Владимир Леонщенко, это гендир Локомотива, когда говорил об уходе Глушенкова, что Локомотив без него не станет слабее, имел в виду именно это. Но Батраков очень-очень хорош. Ну и здесь, извините, мы вынуждены ненадолго вернуться к Спартаку. Потому что вспомним, что было с Ахматом после поражения 1-7 от Балтики. Они потом несколько туров обыгрывали своих соперников, стирали их. А следующий матч как раз против Спартака. Так что красно-белым нужно подготовиться. Глушенков, разумеется, заслуживает всех респектов, похвал и миллионов. Но здесь хочется в первую очередь обратить внимание на Зенит. На то, как он действует в сложившейся ситуации. Ну смотрите, Вендел уже давно хочет уйти. Здесь он очень хорошо сыгрался с Глушенковым. И вот под его уход готовился трансфер Ильича. Но я думаю, что никто не ожидал, что Вендел так сыграется с Глушенковым. И вот что происходит сейчас. Кажется, что Зенит отказывается от Ильича. И может вот эти деньги, которые пошли бы на его трансфер, потратить их на увеличение зарплаты Венделу, чтобы тот остался. И если это так, то Зенит ведет себя как большой клуб. Потому что они любыми путями хотят сохранить свой актив. И кажется, что могут это сделать. Но у этого есть и риски. Если думать о возможных мотивациях Вендела, вполне возможно, что он хочет себя просто продать. И продать подороже. Поэтому так хорошо и играет. И если Зенит завалит его деньгами, то мы можем увидеть нам знакомую картину по прошлому сезону. Вернее, концу. Когда легионеры просто скуксились. Ну и, конечно, главная дуэль этого матча. Даже не между игроками, а между игроком и тренером. Речь идет о Глушенкове и Валерии Карпине. Предыстория. Глушенкова перестали вызывать в сборную. Ходит даже слух, что в одном из товарищеских матчей Глушенков отказался выходить на замену. И все, Карпин его отправил далеко и надолго. Но вот здесь я предлагаю вам задуматься вот о чем. Это уже второй конфликт Карпина с игроком. Игроком, который может дать результат. Первый Дзюба, второй Глушенков. И, конечно, Карпину тяжело работать с трудными игроками. Потому что сам он человек непростой. И здесь можно вспомнить о конфликте Черчесова и Денисова. Он был давним, еще со времен Динамо, когда там Станислав Саламович тренировал. И вот Черчесов решил не вызывать игрока в сборную. От греха подальше, чтобы не портить атмосферу в команде. Но там был на кону чемпионат мира. Домашний. А вот здесь что на кону Валерия Георгиевича. И тем более сам Карпин заявляет уже несколько раз. Мы строим команду на будущего. Потому что настоящее пока не определено. И здесь противоречие. Потому что сейчас в сборную Валерий Карпин вызывает Дмитрия Баринова. Которому совсем скоро 28. Сколько ему будет лет на момент возвращения нашей команды на мировую арену, непонятно. Глушенков на три года младше. И возможно к тому времени он был бы уже зрелым. Он мог бы стать настоящим лидером. В общем в интересное положение Карпина поставил Глушенков своим перформансом. И кстати вот вчера была новость о том, что Россия в сентябре проведет товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом. И вот там Глушенков, если его вызовут, тоже может забить кучу мячей. Кучу мячей забил Зенит. Кучу мячей забил и ЦСКА в матче против Оренбурга. И вот что объединяет эти команды. Пока они забивают все, что могут. Снова потрясающая статистика от защитников ЦСКА. Два мяча от Дивеева, один от Келвина. Но вот что интересно. Да, хорошо играет в атаке. Защита ЦСКА. Но вот в защите на втором этаже, у которого казалось бы они короли, тоже проблема. Рыбчинский не такой высокий. Сумел забить этой самой головой. Был еще момент с перекладиной. Тоже от головы игрока Оренбурга мяч отскочил. И тут интересно получается. Дисциплина при своих стандартах в атаке у защитников есть. А вот когда обороняться нужно на своем втором этаже, тут возникают проблемы. А еще интересно получается с нападением у армейцев. Да, Чалов ушел официально в ПАОК. Но вот лучший нападающий ЦСКА остался в клубе. Речь про Тамерлана Мусаева, у которого просто бешеная статистика. В 15 матчах 10 результативных действий. И кажется, Зениту лучше присматриваться не к Соболеву, а именно к нему. В общем, ЦСКА очень хорошо начал этот сезон, учитывая непростой календарь на старте. У них было три гостевых игры, учитывая Кубкову с Краснодаром. И вот сейчас первая домашняя. И, кстати, в следующем туре ЦСКА поедет опять в Краснодар. Не самым удобным маршрутом, не самым удобным транспортом. На следующем туре будет даже игра поярче. «Зенит» будет принимать «Динамо». В этом туре московская команда обыграла «Акрон». Там была приятная игра от тольяттинцев. Но «Динамо» просто на классе взяли и выиграли. Но не без проблем для «Динамо». Опять это их вечная проблема с дисциплиной в защите. И вот здесь братский клуб «Динамо» с братским клубом ЦСКА снова сошлись в этом. Потому что и у тех, и у тех все в порядке со стандартами. Три тура подряд «Динамо» забивает с них. И вот он парадокс. Да, все мы знаем, что у «Динамо» большие проблемы с дисциплиной в обороне. Но ведь стандарты – это же тоже дисциплина. Но здесь у «Динамо» все в порядке. И в следующем туре их ждет настоящая проверка «Зенит», которому принципиально важно «Динамо» обыграть. Уверен, «Зенит» очень болезненно воспринимал поражение от Москвы в прошлом сезоне. И вот если сейчас, в сезоне, который начался для «Зенита» очень хорошо, на старте обыграет «Динамо», это будет означать лишь одно – в «Зените» все хорошо. А об этом уже поговорим в следующей реплике. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии любого содержания. Также ставьте колокольчики, чтобы не пропускать наши выпуски. Сейчас большие проблемы с «Ютубом», и мы не должны с вами теряться. Еще раз спасибо. Играйте в футбол.